Всем добра, времени суток, играю в Blitz на playcs.com и венский вариант ферзевого гамбита. Очень опасный ход с на c4, очень модный последний, на c3 здесь брать просто нельзя, на ударе с на c7. Ну и в этом случае у белых за пешку мощная инициатива. Как же c4, правда, кажется не основной ход, в основном играет ладья е1, но и плохо это тоже быть не может. Когда на c6 терпеть тяжело, попробую сразу поменять. Конь d7 тоже был возможен, там надо уже пытаться с ударами, с различными ударами, например, конь f7. Да, ну и здесь у белых очень, очень комфортная позиция. Да, надо, пожалуй, вообще, может быть даже пересмотреть применение венского варианта, как основного. Потому что отряд ход с на c4, особенно на быстрых контролях, вызывает огромное количество проблем. Ну, надо играть или конь g6, или конь f5, не знаю, как точнее. Может быть, еще есть ход е5. Наверное, попробую е5. Но ферзь g3 вроде как конь f5. Очень выгодно для черных. Видимо, последует что-то вроде ферзь е4. На ферзь е4 я могу взять на d4, а потом уже будет серьезно грозить взятие слона. Потому что если на ферзь е4 я беру слона сразу, то, конечно, de, и фигура отыгрывается, и я подматываю атаку. Ферзь h5. И здесь я думал, что можно сыграть е4, но, видимо, это конь g5. Так что это не очевидно. Или даже конь е5. Да, неприятно. Попробую забрать пешку. На cd, конечно, сыграю слон f5, проблем не будет. Здесь тоже сыграю слон f5. Но, правда, конь d4 создаст угрозу скрытого нападения. Тут мне придется бегать ферзь от ладьи. После слона g6. Но, с другой стороны, лишняя пешка тут все-таки есть. Матовые атаки белые не провели. Может быть, все не так уж и плохо. Сыграть c6, попытаться укрепить все поля. Может быть, хочу пойти ферзь c7, ладья d8. Если удастся доразвиться, то лишняя пешка начнет сказываться. Ну и, конечно, как обычно, я очень сильно просел по времени. где e3. Хочет соперник надавить на коня. Немножко неприятно. Попытаюсь сразу раскрутиться. Видимо, надо брать на d5. Взять на эту последует ферзь c3. Вроде как это выгодно для меня. Конь b5, ферзь c2. Или ферзь c6. Или ферзь a5. Вот ферзь a5, может быть, имеет смысл. Какая-никакая связка. Еще хочу пойти в д8. То есть на ферзь d7, ладья d8. На ферзь b7, правда, нет ничего. Попытаюсь так. И ладья d8. И, кстати, в белом-то непросто следующий ход сделать. Не уверен, что он есть. Как же 4, взяли-взяли ферзь b5. Лишняя фигура. Вроде матовый последний мне не прилетает. Ферзь d6. Шаг последует, конечно, но... Это не так страшно. Времени очень мало, но после короля h7 мой король будет в полной безопасности. После этого начну приставать к белому королю. Совершенно бесполезный ход ферзь c4. Тут уже маловато времени. Да, наверное. Соперника мало шансов, потому что по времени одогнала фигура лишняя. Ну, всем спасибо за внимание. Сейчас я попытаюсь сыграть с ним еще несколько партий. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!